Библия Библия В своей семье видел грех И Там мне дали сказку о папе Работники болди Вот такое понятие имел о Боге Но грех я знал С самого детства И вырастая в этом грехе Потому что родители Мать у меня часто болела Больница в больнице И потом мне было 12 лет И она умерла И вот представьте мы остались братья Уже к этому времени Уже полностью, будем говорить, разложившиеся Мне было 12, я думаю, 10 Было там 15 Следующему И мы уже к этому времени Были все испорченные И когда мы стояли у гроба матери Кто-то сказал, ну это уже все Тюрьма уже плачет Это уже гарантированно Вы знаете, как Ложное, как пророчество Оно так всегда Потому что когда под проклятием Не надо много гадать Сказал и точно, но есть Потому что все под проклятием И это не дало себе долго знать Там, значит, ну пошла проблема Я вкратце о себе расскажу Вот Я начал Я познакомился с наркотиками Уже Мне было 16 лет Это было серьезные вещи Я умел уже как рецепты поделать Знал, как Пройти все аптеки Выплакивал прямо В этих Говорю, смотрите Вот пока врачи там Выпишут рецепт У меня сестра же под пояс Плачет, кричит Дайте хоть что-нибудь В одной аптеке не дали Во второй дадут В третьей дадут У меня уже есть Значит там Где-то рецепт Приду к врачу Знаю, как обмануть его Говорить, что нужно говорить Чтобы он не заподозрил Что это мне нужно для чего-то И он мне и выписывал Именно это Ну, в общем Во вторую поликлинику В третью Где-нибудь в гостях Приду там тоже То есть Это уже Науку я уже постекал Хорошо Вот И, конечно, заодно Чтобы деньги были Это надо было заниматься Я стал карманником Кишеньковой Кишень За кишеньем, как говорят У меня было много друзей С Украины Особенно полтавских Было у меня в кармане Кишеньковых Там Некоторые киевские Там Первомайские Хариковские Ну, в общем Знаете, как верующие Друг с другом знают Точно так же и здесь Знаются друг с другом И когда в тюрьме находишься То же самое Ищешь своих по духу И то же самое встречаются И вот так вот Ну что Когда вот освободимся Ну куда пойдем? А куда? В Сорочинскую ярмарку Поедем Вот там Под Полтавой Там есть Или еще куда-нибудь Там поедем Поедем дальше Куда-нибудь Ну то есть Вот эта жизнь Наполняла она Знаете Потом попадаю Еще один срок В Казахстане Вы же сел И там В Джабуле встречаюсь В камере С человеком Который Сидел за Словом Божием Верующий Когда у него спросили Батя Батя За что ты сидишь? Он говорит Я сижу за Словом Божьем Я такого Выражения никогда не слышал Вот Слово Божие Этот человек действительно Сидел уже не первый раз И тюрьма Она была для него Не новая Но Несмотря на то Что он Провел годы В тюрьме Тюрьма Не смогла Завладеть им Это очень важно Чтобы мы сегодня Были письмом Христовым Всеми читаем Вы знаете Вот эти В океане Допустим В океане В морях соленая вода Рыба Выводит икру Она такая тоненькая Какая там Тоненькая оболочка Смотрите Сотни тонн воды И соли И различных ветров Туда-сюда Давят на нее И если там будет Тысячная доля микрона Будет какой-нибудь Разрыв Эта соль Зайдет туда Вся Вода И конечно Рыбы никакой не будет Ну смотрите Ну маленькая икрынка Вот эта тоненькая оболочка Она способна Выдерживать Большие натиски И не засолиться там Она не станет соленой А потому что Там находится жизнь И жизнь Она всегда сопротивляется Смерти И когда она выйдет Она плывет уже Как цветок Который растет в земле Смотрите Солнце Вода Приятно Он благоухает Даже солнце Вода Этот цветок Гниет Почему? На помойке лежит Потому что Когда нет Жизни Эти же самые Факторы Они Действуют Деструкцию Разрушают А если Смотрите Почему? Потому что Отрезана основа Просто стебель С цветком Но если Он имеет Курии Он имеет И вот эта Жизнь Которая там Она дает Сопротивление И смотрите Этот цветок Не гниет А Цветет Благоухает Приятно пахнет Можно дарить Друг другу Правда? Как хорошо То есть Если мы сегодня Имеем жизнь Которую Однажды Иисус Принес К нам То мы будем Иметь Благоухание Христово Это благоухание Христово Оно будет Выражаться Всегда Знаете Есть люди Очень Дегустаторы Они Различают Много запахов Которые Сильно хорошо Различают Их ставят На ответственные Работы И платят Хорошо денег Вот И они Допустим Кофе Парфюмер Ну все Они там Определяют По своим Качествам И Это вкусовое Качество Они ставят На этикет И вот Точно так же Когда Иисус Вселяется В нас Он нам Дает Свою жизнь Смотрите И мы Эту жизнь Несем А эта жизнь Мы созданы Во Христе Иисусе На добрые дела Которые Бог Предназначил Нам исполнять И когда мы Куда-то приходим Мы что-то Начинаем делать Нам не нужно Афишироваться Зачем нужно Сегодня Говорить Цветку Ну рассказывать О как он Хорошо Приятно Пахнет Это можно Убедиться Все окружающие Которые будут Возле Цветка Когда мы Приходим В какое-то Общество И мы Приносим Жизнь Бога Вы знаете Что люди Неверующие Говорят Слушай У вас Какая-то Неверующая Бога У вас Какая-то Такая Хорошая Аура Идет Вы слышали Такую Аура Вот Какой-то Свет А что ты Не приходишь Говорят Знаешь Мне уже тяжело Говорят Вот Пришел Раз Два Говорят Мы уже Вот сидим С всей семьей Ждем Говорят Когда еще Придет Поговорить А нам Что-то Уже Не хватает Как не хватает Что у вас там Холодильники уже нету Да нет Да нет Голодильник забитый Денег Валом Всего есть Три машины Есть Все Есть А вот этого Нету Что нету В жизни Ведь Смотрите Этот Соломон Был Самый Богатый Человек Не было Такого До него И после него Давид Был Тоже Большой Он Что Хотел То И дел Что Ему Не хватало А он Говорил Только В Боге Успокаивается Моя Душа Только В Боге И вот Вот этот Человек Пришел В тюрьму Смотрите Если мы Сегодня Понимаем Что мы Являемся Рабы Христовы То мы Никогда Не зададим Господину Вопрос А почему Ты меня Господь Сюда Поставил А Господину Так Надо Знаете Господин Никогда Не считается С мнением Рабов Вы согласны С этим Ему Надо Выполнить Ту 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 Рабу Ты Иди Туда Иди Туда Он Он Не ждет Что сейчас Этот Раб Может Противоречь У него Такого Нет У него Закрыты Эти Уши В этом Отношении Потому Раб 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 имеет право говорить господину. Вот хорошо так бы нам быть. Правда, всегда? И вот когда, смотрите, этот человек освобождается, а Бог говорит, а кому же опять мне послать? И смотрит. И он понимает, что Господь опять на него внимание обратил. Он говорит, ну что, Господи, вот я опять, ну, я иду. И он опять идет. Опять идет делать шаг коммунизм вперед. Пятилетку. Помните, как по пятилеткам? Ну что же за эти пять лет происходит? Вы думаете, время, которое так мало отпущено человеку, 70 лет, это же немного, 365 дней умножьте на 70, 25 тысяч 550 дней. Отнимите, сколько вы прожили там, сколько останется. А на кладбище зайдите, посмотрите, сколько там молодежи лежит. И вот смотрите, кажется, пять лет выщеркнуть. Дорожите временем, потому что дни лукавые. Ну, пять, вроде лишь там пятилетку сидел. А Бог говорит, надо еще пять. Хорошо, Господь, иду. Пропали эти времена даром? Нет. Потому что это самое драгоценное время, и наш Господин знает, как его использовать, чтобы потом мы не сожалели об этом. И он приходит, и он говорит, «О, Господи, на свободе у меня такой не было возможности проповедовать такому количеству людей, да еще 24 часа в сутки». Он начинает благодарить Бога. Смотрите, любящим Бога, призванным по его извалинию, все. Аминь. Все. По слову «все» на три буквы. И вот он приходит и говорит, «Я благодарю тебя, Господи, что ты мне дал эту возможность проповедовать в этой камере 24 часа в сутки».